Американский поставщик военной одежды обвинил Минобороны и нацполицию в коррупции, подробности. Американская компания Синклэр Эмп. Вилд обвинила Национальную полицию Украины и Министерство обороны в коррупции и вымогательстве взятки. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на цензор.нет.синклэр.эмп. Вилд категорически отрицает ложные и безосновательные заявления, сделанные в недавно обнародованном видео Национальной полиции Украины. Очевидно, что обнародование этой истории является попыткой Национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррумпированность Министерства обороны Украины в его длительных попытках отказаться. После того, как она неоднократно отказывалась платить взятки, которые от нее требовались, говорится в открытом письме. В документе отмечается, что у компании Синклэр Эмп. Вилд было пять контрактов на поставку Министерству обороны Украины военной формы и текстиля. Турецкая компания выступала суподрядчиком. Несмотря на получение всех товаров, Минобороны отказалась выплачивать 14,5 миллиона долларов. В компании утверждают, что условием возврата денег была оплата взятки. В течение 2023 года несколько человек, включая фигурантов американских и украинских расследований, требовали взятки от Синклэр Эмп, Вилд, чтобы обеспечить выплату оставшихся 14,5 миллионов долларов, которые ей принадлежали. Синклэр Эмп, Вилд отказалась и сообщила об этих просьбах властям США и Украины, пытаясь подчиниться законам как Соединенных Штатов, так и Украины, Синклэр Эмп. Вилд уже более года назад привлекла внимание посольства США в Киеве, правоохранительных органов США и украинских правоохранительных органов к требованию взяток и очевидной коррупции в Министерстве обороны Украины, сообщается в письме. В компании также утверждают, что передали нацполиции Украины всю конфиденциальную информацию, включая свидетели и доказательства, опровергающие обвинения против Синклэр Эмп, Вилд. Ответом национальной полиции Украины стала утечка деталей расследования бывшему руководителю отдела закупок Министерства обороны Максиму Гриценко и другим, поставив под угрозу жизнь свидетелей, которые сотрудничали в процессе, один из которых является гражданином в США. И уже через несколько дней после конфиденциальной встречи с национальной полицией, Роман Балыкин, вероятная мишень нынешнего следствия, знал все детали встречи, рассказывают в Синклэр Эмп, Вилд. Из-за этого инцидента власти в США отказались продолжать сотрудничество с национальной полицией Синклэр Эмп. Вилд также опровергает обвинения нацполиции в повышении цен на поставленную продукцию. Правоохранительные органы и представители оборонного ведомства осмотрели униформу и обнаружили, что взимаемые цены Синклэр Эмп, Вилд цены ниже справедливой рыночной стоимости, особенно если учесть расходы, связанные с доставкой и логистикой, отмечается в открытом письме. Синклэр Эмп